Здравствуйте, уважаемые подписчики, с вами снова Азамат, вы на канале Козырем. Сегодня к нам в сервис-центр пришел iMac 27 дюймов конца 2012 года. Это первая модель, которая вышла в формате Slim, тонкая. Пришел он к нам от довольно-таки известного сервиса в нашем городе. Приняли его как не включается, не загружается, не может запуститься. Вердикт был в прошлом сервисе – замена материнской платы. Будем смотреть, тем более у нас в рубрике еще не было ремонта iMac. Посмотрим на комплектацию. Пришел он без комплекта. Дисплей уже скрывался. Тут номерок от прошлого сервиса какой-то. Ну что ж, попробуем включить. Сейчас я подключу питание. Так, питание есть. На кнопку запуска не реагирует. Тогда нужно будет скрывать данный iMac. Отключаем питание. Склеим. Довольно-таки странно. По-моему, я даже его смогу отклеить. Так, да, экран пошел. Начал отходить. То есть качество склейки уже говорит о множестве. Скорее всего, внутри ничего хорошего мы с вами не увидим. Вот он, видите, дисплей уже начинает отваливаться. Если даже ремонт был бы успешным в прошлом сервисе, то пользоваться при нагреве iMac, скорее всего, дисплей бы отвалился. Ориентировочная стоимость на сегодняшний день дисплея в районе 350 тысяч. Лифа на месте. По периметру у нас непонятный клей. Ремкомплект заводской не применялся. Можно посмотреть сейчас индикацию. Будет ли индикация у нас от блока питания, чтобы наглядно показать, что питание присутствует и блок питания живое. Как мы видим, диод первый у нас горит зелененьким. Значит, питание от блока присутствует. Сейчас я отцеплю дисплей и будем осматривать дальше. Так, отгибаем на себя дисплей. Аккуратно, не порвав шлифа. Отстегиваем два шлейфа. С дисплей аккуратно можно сломать. Очень хрупкий шлейф. Итак, внизу был симбиоз клея и скотча. Мы его срезали. Откладываем дисплей в сторону, на что-нибудь мягкое, чтобы его не поцарапать. На первый осмотр у нас видно, что шлицы не родные болтов, крепление радиатора, видеокарты. И видим, что отсутствуют заводские пломбы на центральном процессоре. У нас отсутствует болт. Болт и его гильза, крепление блока питания и крепление радиатора к корпусу. У нас откручен динамик. Правый динамик у нас болтается. Вот не был закручен. И видим выступающие шляпки болтов. Эти болты должны находиться здесь. И они крепят радиатор к корпусу. А там сейчас другие стоят. Подключим питание. Первая индикация горит. Значит 12 вольт с блока питания приходит на плату. Теперь нам нужно удостовериться, что кнопка питания, включение точнее исправна. Приходит на кнопку 342 и реакция кнопки будет показана как сброс питания. И вот вы видите, просадка есть. То есть кнопка исправна. Нерабочую кнопку мы исключили. С кнопкой все в порядке. Питание от блока все-таки проверим на всякий случай. 12 вольт. 12 вольт приходит. Блок исправный. В плату нужное питание заходит. То есть плата по этой плате должны быть какие-то проблемы. Блок питания мы исключили. Кнопку исключили. Приступаем тогда к разбору. Итак, динамик уже откручен. Отходим его в сторону и отстегиваем 4 антенны. Bluetooth и Wi-Fi. Аккуратно, не сломав. Теперь нужно снять колер. Колер у нас крепится на трех болтах. Все три болта одинаковые. Никак их не перепутать. Вот так выглядят болты. Следующий шаг у нас отстегнуть сам разъем кулера. Тоже извлекается довольно-таки легко. Кулер свободно. Можно извлечь. Далее я отстегиваю шлейфа. Внешний шлейф с внешней стороны от блока питания к платье. Что с той стороны, разницы нет. Попутно отключаю динамики. Выход на 3.5 джек. Включаем веб камеры датчики освещенности. Отключаю кнопку включения. Отстегиваю левый динамик. Проверяем. Если все отключено, приступаем к дальнейшему разбору. Откручиваем блок питания. Он крепится на четырех болтах. В данном случае на трех. Один из них длинный, другой короткий. И этот нижний у нас выкрутился вместе с гильзом. Как раз такая гильза чуть длиннее отсутствует наверху у клиента. Тут есть кнопочка. Нажимаем. Тянем на себя. Довольно таки тугое разъем. И отстегиваем питание 220 вольт. Очень аккуратно. Тут есть значок. Высокое напряжение. Кондеры заряжены и могут хорошо шарахнуть. Блок отстегнули. Теперь надо извлечь саму материнку. Откручиваем болты. Вот он тут длинный. Наверху тоже длинный. Остальные все короткие, одинаковые. В данном случае перепутаны были болты с шляпкой такой. Коротенькие они. Сейчас когда буду отпущивать верхний оператор, он покажет более близко, детально отличие этих болтов. Тут они не родные. Немножко длинные. Так, шляпка. Как раз по радиатору подходит. Эти болты должны были быть здесь. Не особо критично конечно, но лучше бы все чтоб стояло на своих местах. Не зря же инженеры придумали такие болты наверх. Итак, тут еще один есть болт спрятан. Но в данном аймаке он не был закручен. Плата свободно болтается. Проверяем. Все отстегнуто. Отстегиваем питание жесткого диска. Извлекаем плату. И уже потом спокойно, свободно отстегивается САТовский разъем жесткого диска тоже. Ну собственно все. Плата извлечена. Вот так выглядит внешняя сторона. И сейчас покажу внутреннюю. Данный аймак был с Fusion Drive, с дополнительным SSD и дополнительная решили на память оперативная. Вот она. Четыре планки. Следующим делом нужно проверить проц. Откручиваем радиатор. Так как остальное питание вроде бы нормальное. То, что не было пломб заводских на аппарате, то аппарат с обязательным игрением. Это рамка крепления радиатора с изолирующей поверхностью. Вот. Сам центральный процессор находится под этой пластинкой. Все четыре болта одинаковые. Даже никак не спутаются. Извлекаем пластину прижимную и видим отсутствующее направление. Так сказать. Одна есть, вторая нет. Тоже наводим на определенные мысли. Радиатор свободный. Поднимаем. И в первую очередь, что мы видим? Нет у нас центральный процессор термопасты. На дискретной ведюхе она есть. Поднимаем аккуратно проц. И видим излом на краю процца. То есть этот проц скорее всего уронили. Либо он крыл осел. Слот. Сокет. И был раздавлен. Но хотя вряд ли. Потому что сокет более-менее в порядке. Имеются разрывы. Это мы посмотрим сейчас под микроскопом более крупнее. И так. Открываем схему данного iMac. И смотрим расположение этих разрывов. Разрывы в слоях. Они видны. Вот так выглядит под микроскопом. А5 3470. Вот он у нас находится. В этой стороне у нас излом был. Сейчас посмотрим за что отвечает данная линия. Все что оранжевым, желтым точнее это у нас земля. Все остальное сигналы задействованы на каждый пятачок. И в основном отвечает за память. Сначала на мем. Все это связано с памятью оперативной. Вот видите оранжевым у меня загорается. Именно те контакты. Которые с процесса выходят в память. Я нажимаю красненьким и вижу желтеньким смещение. По каким полосам. Сейчас я ему вот так стрелочки покажу. Вот он уходит в памяти. Чтобы показать как бы по схеме. Можно конечно открыть принципиальную схему. Сейчас я скопирую данный сигнал. Покажу уже на принципиальной схеме. Хотя и так в принципе все понятно по монтажной схеме. Сигнал у нас B. То есть имеет двухстороннюю связь. Сейчас мы посмотрим куда он идет дальше. Сходит из процесса и заходит в слот. Непосредственно разъем нашей оперативки DDR3. Ну понятно значит линия памяти была бита. И может даже замкнула память. Потому что с таким сломанным процом. Скорее всего вы включали сокет в порядке. Мы заказали для данного клиента новый проц. Сейчас мы очистим и обезжирим поверхность. Для нанесения термопасты сухой стороной. Сначала снимаем старую термопасту с радиатора. И обратно ее распертываем стороной. Обезжириваем уже поверхность. Так вот у нас шпроц. Тоже обезжирим. Ставим аккуратно сокет в свои пазы. Аккуратно главное не загнуть сокеты контакта. Вот он паз. Должен совпадать. Итак термопаста MX4. Давно себя зарекомендовала. Очень неплохая. Мажется термопаста тонким слоем. Еще раз напоминаю. Паста служит только для заполнения воздушных прословек. Между радиатором и процессором. Если вам мешает оперативная память. Можно ее убрать. Но в том случае нам она не мешала. Радиатор желательно приложить в первую очередь со стороны дискретки. А потом уже к протцу. И желательно сразу ровно. Иначе просто привыкнет к радиатору и может сместиться. Придерживая рукой. Переворачиваем материнку и закручиваем болты. Не обязательно все. Наживу им два болта. И переходим к процессору. Закладываем в банку. И в прижимную пластинку. Вставляем. Ну я сразу два болта вставил. Чтобы было проще. Протягивать до конца не стоит. Так как это будет мешать потом закручивать два остальных. Закручивание до конца. Пластинка довольно тугая. Очень тяжело закручивается. После того как все болты на месте. Можно потихоньку по диагонали протягивать радиатор. Мне кажется это самый правильный способ. Протягивать по диагонали. Чтобы равномерно приезжать в процессор к радиатору. Ну и равномерно. Чтобы не выдавилась в сторону наша термопаста. Тоже самое проделываем с дискретной видеокартой. Протягиваем по диагонали. Вот. Все готово. Подключаем. Изовский диск наш. Сато разъем. Питание можно в конце подключить. Но я сразу подключил. Материнская плата. Садится иногда чуть-чуть проблематично. В правом углу. Затягиваю не до конца средний болт. И вот такая хитрость. Нужно будет воткнуть два каких-нибудь USB устройства. Либо шнурок, либо флешка. Без разницы. Но ведь бы что-то стояло. В противоположной стороны. Это делается для того, чтобы центровать материнскую плату. После того, как вы затянете, USB порты будут легко вставляться. Если вы данную процедуру не сделаете, может открылась есть плата. Потом придется заново все растягивать. Фиксируем плату. И начинаем с сборки. Нужно будет аккуратно надеть все антенки. До характерного щелчка. Потом в сторону вертите, что все нормально сидит. Закрывается это все динамиком. Динамик сразу протягивается. Все шлифы проверяем. Все ли мы на место одели. Чтобы ничего не забыть. И подключаем блок питания. Включаем разъем 220 вольт. Вставляем блок. Подключаем основное питание. Материнская плата. Далее. Фиксируем блок питания. Не до конца протягиваем блок. Чтобы дать возможность посадить следующий по отверстиям. И уже можно стянуть все остальные болты. На этот раз мы все болты посадим как положено. Каждый в своем месте. То есть коротенький шляпкой такой. Ставится на место. Надевается ковер. Обязательно не забудьте защелкнуть разъем его. Иначе придется заново разбирать. Также рекомендую не склеивать дисплей. Можно зафиксировать его скотчем. Проверить, запустить. Только после этого склеивать дисплей. Проверим. Включаем питание. Первый индикатор есть. Второй есть. Сейчас должен быть запуск. Слышим гонг. Запуск есть. Проверим с дисплеем. Сеть обязательно не забудьте выключить. Можно подержать еще кнопку. Секунд 15-20. Для разряда кондеров. Аккуратно пристегиваем данный шлейф. Потому что он очень нежный. Можно сломать. Не часто проходят сломанные шлейфа таких. Дисплей. Дисплей рекомендую обычно фиксировать. Чтобы он не упал. Не дай боже. За такую сумму. Включаем клавиатуру. Мышку. И нашу внешнюю систему. Наш старенький Intel. Отпахал уже почти 10 лет. Так. Попробую включить. Так. Мы собрали. Продиагностировали. Включаем наш аймат. Тут имеется пятно на углу. Но это следствие пыли. Проникшие внутрь матрицы. Между так сказать стеклом и подсветкой. Это дело тоже можно очистить. Если клиент согласится на эту услугу. Мы заснимем отдельное видео по очистке матриц. Я выбираю свою тестовую систему. Самый прикол в том, что после замены процессора выяснилось, что дело-то было совсем не в нем. Мы заменили процессор, сломанный в стороннем сервисе. Но Mac так и не запустился. После этого дальнейшая наша диагностика осталась за кадром, к сожалению. Потому что перебирали. И по схеме выяснилось, что эта часть у нас отвечала за модуль памяти. На схеме мы вам покажем крупным кадром. И память тоже пострадала из-за того, что сломанный проц поставили на место. Люди пытались запускать и сожгли. Ему еще и оперативную память. У клиента тут 32 гигабайта памяти. Помимо этого, после замены уже оперативной памяти старта не было. В прозвании по плате линии питания обнаружена просадка. Просадка была обнаружена в Wi-Fi модуле. Поставив новый процессор и память, заменив Wi-Fi модуль, Mac стал адекватно себя вести и включаться. То есть вся проблема у человека заключалась в этом Wi-Fi модуле. Чья стоимость около 10 000 тенге. Не учитывая замену, вскрытие этого Mac. То есть из-за этой маленькой детали, 10 000 тенге, человек попадает на память оперативную, на Wi-Fi модуль, который у него был причиной его не включения, отключения и прочих траблов. И процессор. Плюс наша работа, диагностика. В общем, человек попал из-за, так сказать, кроворухого сервиса. Сейчас включаем Mac. Проверим. Все, Wi-Fi работает. В сети видит. Вот осмотрим камеру. И тут наш оператор снимает. Камера работает. Можно попробовать в YouTube зайти. Сейчас дату он подхватил. Зайдем в YouTube. Сразу вбиваем. Каз-Рим. Это наш YouTube канал. Вы нас нашли. Ну вот тут наше видео. Можно включить рандом на любое видео. One, two, three, three, four. Пропустим раздящую рекламу. Это наш новогодний выпуск. Приветствую вас, дорогие подписчики. Вы снова на канале Каз-Рим. В этом видео мы покажем, как заменить аккумуляторную батарею. Пятнашки Прошкина 2017 года. Ну, в общем, интернет работает. Звук все есть. Камера пашет. И чтобы еще проверить дополнительную видеокарту, нужно будет прогнать тесты GPU. Мем-тест. Тест памяти мы тоже прогоним для проверки. Так что, если вам нужен качественный хороший ремонт, то, пожалуйста, милости просим. Всем до встречи. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok